День физкультурника в городе Как отметили День строителя в Десногорске? А сейчас об этих и других событиях подробнее. 13 августа в Десногорске отметили День физкультурника. В этот день в спортивном комплексе Десна состоялось открытое первенство области по бандминтону. Подробности смотрите далее. На турнир «Атомный Валан-2016» в этом году прибыло 28 спортсменов из Десногорска, Смоленска, Обнинска и Москвы. Мне нравится этот город. Он маленький, но очень красивый и чистый. Соревнования здесь проходят областные. И мне нравится сюда приезжать, занимаясь здесь места. Был около четырех раз. Ну, город нравится, чистый. Когда приезжал на соревнования, соперники были не такими уж и слабыми. Но занимал первое место. Я занимаюсь уже где-то лет пять. В Банбинтоне мне нравится то, что командная игра часто бывает. В принципе, мне нравится играть в команде. На торжественном открытии участников соревнований приветствовали руководство города, представители градообразующего предприятия и заместитель губернатора Ольга Окунева. От главы региона Ольга Владимировна вручила организаторам турнира и участникам приветственный адрес. Администрация области всячески поддерживает и содействует развитию различных видов спорта. Город Десногорск выгодно отличается в этом отношении в регионе. Город Атомщиков – это прогрессивный город, где живет много талантливых людей, которые в том числе понимают, как важно заниматься в том числе и спортом. Хотелось бы отметить, что у вас есть и в каждой школе спортивные залы, и соответствующее оборудование. И сколько раз приезжаю в Десногорск, этот зал никогда не пустует у вас тоже. Турнир «Атомный балан» проводится у нас в городе третий год подряд. Оторганизует его клуб спортивного бадминтона «Апрель». Всего за день было проведено 86 игр. По итогам Десногорские спортсмены заняли третьи места Елена Переходкина в одиночной категории, Десногорке – Элина Шупта и Оксана Меченкова – в парной женской категории. И первое место в смешанной парной категории с представителем из Москвы заняла Татьяна Шелегина. Все победители и призеры турнира получили грамоты, медали и памятные подарки. Смоленская область переходит к новой системе обращения с отходами. До конца сентября будет разработана территориальная схема. А в конце года выберут единого регионального оператора компанию, который будет собирать, вывозить и утилизировать мусор во всех районах области. Регионального оператора субъекты будут выбирать на 10 лет. В связи с этим ожидается подорожание стоимости услуг за вывоз твердых бытовых отходов. 13 августа на базе отдыха «Ермак» состоялся всероссийский фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад». Девять пиротехнических команд из России и Беларуси подарили гостям прекрасное огненное зрелище. Так как фестиваль проходил День физкультурника, для гостей были организованы соревнования по народному жиму, армтрестлингу, толчку гири и волейболу. В субботу Десногорский пляж стал полем для красочной битвы. Впервые в Десногорске состоялся фестиваль красок холи. Подробности в сюжете. Праздничная программа началась в 3 часа дня. На пляже собралось свыше 60 человек. Открылся фестиваль концертом. Мы ездим, мы хотим показать свое творчество. В какие-то города ездят одни артисты, в какие-то другие. В основном люди остаются довольны. В этот день для десногорцев организаторы подготовили стендап, игры, лотереи и различные конкурсы. Желающих поучаствовать было очень много. Праздник просто от вас, все в краске. А мне нужно по празднике. Я в телике. Праздник классный, здоровский. Я все в краске. Мы пришли вот сегодня первый раз на такой праздник с дочкой. Вот видите, во всеоружии мы его встречаем. Праздник сегодня, день физкультурника. Очень здорово, музыка классная, молодежи много. Очень интересно. На сцене, которую разместили на плавающем понтоне, выступали молодые артисты из Двязьма, Гагарина, Смоленска и даже Брянска. Завершился праздник шоу мыльных пузырей. За семь месяцев этого года на территории области зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 22 человека погибли. 119 получили травмы. В целях предупреждения грубых нарушений правил дорожного движения, пресечения правонарушений со стороны пешеходов и сокращения наездов на территории Смоленской области с сегодняшнего дня и по 21 августа проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». А сейчас новости спорта. 31-летний Алексей Черемисинов принес российской сборной золото в командных соревнованиях в Рапире. В решающем поединке спортсмен увеличил отрыв от французов. Награды в командном турнире фехтовальщиков разыграли в седьмой день Олимпийских игр в Рио. Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Артур Ахматузин завоевали золото впервые за 20 лет истории российского спорта. Отметим, что для россиян это уже третья золотая награда в фехтовании в Рио. В день физкультурника в Десногорске прошел турнир по баскетболу 3х3. Соревнования прошли на площадке стадиона «Атомтранс». Итоги в репортаже. В этот день по традиции по всей России проходят турниры по баскетболу 3х3. Десногорск не стал исключением. У нас в городе этот вид спорта в последние годы просто процветает. В баскетбол охотно играют как юноши, так и девушки. Очень приятно, когда проводятся такие турниры. Есть стимул побеждать, конечно же. Все-таки это интересно. Приезжают ребята из других городов, с которыми интересно посоревноваться. Все-таки это новый опыт. Всего в турнире под названием «Оранжевый мяч», который организовали муниципалитет Десногорска, профсоюзная организация «Смоленская АЭС» и Центр спортивной подготовки «Динамо Росатом», приняли участие 10 команд юношей и девушек из Десногорска и Рославля. В старшей возрастной категории у юношей победу в турнире одержала команда «Русь». У девушек и младших юношей лучшей стала команда BBW. Все победители и призеры соревнования получили грамоты и памятные призы. 11 августа на 8-й туристский слёт межрегиональной общественной организации ветеранов концерна «Росэнергоатом» собралось более 50 человек. Соревнования проходили на скалодроме и состояли из пяти спортивных этапов. Посостязаться в быстроте, меткости и ловкости смогли не только ветераны и пенсионеры станции, но и их дети и внуки. Все победители соревнований получили призы и награды. В минувшее воскресенье по всей России православные отметили «Медовый спас». Во Флёнове этот праздник отметили традиционно большим праздником с ярмаркой. Приобрести и попробовать янтарное лакомство мог любой желающий. Кроме этого, можно было посидеть в летнем кафе, посмотреть концерт и шоу мыльных пузырей. Каждый год во второе воскресенье августа принято отмечать профессиональный праздник строителей. День строителя в этом году выпал на 14 августа, как отметили его десногорцы в нашем следующем сюжете. Для всех жителей нашего города этот праздник является одним из самых главных. Город молодой и специалистов в этой области у нас в Десногорске немало, поэтому ежегодно стала традицией отмечать День строителя. Концерт состоялся на открытой городской эстраде. В праздничную программу вошли лучшие номера солистов ансамбля казачьей песни «Вольная станица» и студии эстрадной песни «Ренессанс». Во всей красе плотина встала, Помчится бешеный поток, Помчится бешеный поток, И даст за вес веселый ток. И пусть в этом году все прошло скромно, но мы помним и уважаем подвиг всех строителей и первостроителей нашего города. И стать стебенным. Ежегодный кинофестиваль «Золотой феникс» в этом году в областном центре пройдет со 2 по 6 сентября. В конкурсной программе примут участие ленты, созданные актерами и сценаристами. Разыграют призы в трех номинациях. Также есть специальные поощрения, учрежденные в честь именитых смолян. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!